На нашем телеграм-канале Istanbul Tales уже набралось более 700 человек. Как оказалось, многие еще только первый раз в Стамбуле. А мы совсем забыли показать исторический центр Стамбула. Поэтому сегодня направимся туда. Сейчас мы находимся в азиатской части. Это порт Кадыкэнь. Сейчас пойдем на паром, где покажем, как это все осуществляется. И поплывем на ту сторону. Ну что, любой уважающий себя турист в первую очередь должен купить вот такую вот Истамбул-карту. Для того, чтобы перемещаться по городу. Купить ее можно вот в таких автоматах. Они стоят на каждой остановке, в каждом порту. Подходите сюда и нажимаете Buy Istanbul Kart. Вставляете сюда денежки. Ну, тут вот карта, можно, но есть, где просто деньги принимают. И потом туда выпадет карта. Так, карта значит, это стоит 70 лир. Чтобы ее пополнить, мы ее кладем просто вот сюда. Автоматомат, показывает наш счет. Вставляем денежки. И ждем пока не зачиститься на карте. Сразу карта, чтобы не снять карту. Теперь зачистил, карту берем и поехали дальше. Ну, в каждом порту, наверху, вот здесь вот пишут, куда идет отправление, во сколько. Вы выбираете, куда вам надо, идете. И перекладываете вот сюда карточку. 5.99 снялось. Но это потому, что у нас пересадка. У обычных туристов так не работает. У них все по полной программе. Уже наш паром. На Карт. На Эминону. Выходим. Здесь никому уже ничего показывать не надо. Просто заходим на паромчик. Паромчики все двухпалубные. Можно идти хоть на верхнюю, хоть на нижнюю палубу. Вот такие виды у нас. На каждом пароме, на первом этаже, как правило, есть кафешка такая мини. Можно купить по мелочи перекусы и чай. Паромы это вообще наш любимый вид общественного транспорта. Потому что открываются всегда прекрасные виды. Ну, вот он как раз исторический Стамбул, куда мы плывем. Голубая мечеть. Мечеть Святой Софии. Топ-капы. Направляемся мы туда вот. В порт Эминону. Откуда мы и начнем. Ну, прекрасные виды просто. Получается, проплыв вот так на пароме, можно увидеть все основные достопримечательности. Вот прямо сейчас у нас Галатская башня. Справа тут от нее это Галатопорт. Вот у нас Галатский мост. Ну и опять вот тоже паромчики плывут. Ну и здесь наши Топ-капы. Ну что, вот мы причалили. Порты Минону. Вот у нас новая мечеть. Сейчас мы, в принципе, в ту сторону и двинемся. Ну а если вы устали, добиравшись досюда, то вот на Галатском мосту есть огромное количество кафешек, где можно поесть. Да и здесь прямо в порту тоже вот много всего. Ну, пойдемте переходить на ту сторону дороги, смотреть, что тут у нас и как. Погода сегодня у нас жаркая. Сегодня у нас 24 августа. Температура за 30. Поэтому идем в подземелье. Там, как правило, расположено много всяких торговых лавок. Вот подделочки всякие. Как обычно, Гуччи, Прада, Луи Виттон, Шанель. Так что можете затариться. Так, ну что, первое место нашего назначения отсюда, это будет парк Гюльхане. А здесь, кто хочет, может зайти вон в египетский базар посмотреть. Можно зайти в мечеть. Сейчас вот она закрыта, потому что время не то. Ну, буквально через полчаса туда тоже можно будет зайти. Все, двигаемся по улочкам. Сейчас самый пик сезона, поэтому туристов масса. Из всех подряд стран. Тут вокруг все здания, какое ни посмотри, все какая-то история. История, история. Любителям кукурузки. Прямо место райское будет. Посмотрите, какая красота. Так, это вот у нас музей банка Туркции. Он работающий, видимо. Тут, ну, бесплатный, можно зайти посмотри. Да, музей, вот Марина говорит, бесплатный. Хотите, можете зайти. Наверное, мы тоже когда-нибудь туда зайдем. Но не сегодня. Вот обменничек. Кому интересно. Смотрите, че почем. Очень много людей. Очень. Если хотите тут гулять, чтобы людей не было, то приезжайте в ноябре месяце. Вот и уэс Пола. Цены невысокие там. Вот мы почти дошли. Можно было доехать на трамвайчике. И мы любим передвигаться пешком. Если будете следовать по этому маршруту, то забивайте в навигаторе не сам парк Гюльхане, а Стамбульский музей истории, науки и техники в исламе. Иначе он вас поведет через другой вход и неправильно. Долго обходить вам придется и выходить в одном и том же месте. Ну вот. Значит, сам парк Гюльхане. Очень много деревьев. Зелененький такой сад. Музей, значит, который я только что сказал науке ислама. Он вот там находится. Но вообще там делать нечего. Просто нечего. Мы туда ходили бесплатно, а за деньги вообще туда даже идти не стоит. Что у нас в парке? В парке помимо вот этих вот больших деревьев, свежести, есть попугаи летают, порой чирикают. Также где-то здесь есть водопадик такой мини, где у нас дети скакали. А вообще сейчас здесь немножечко мы погуляем и пойдем вот туда на выход. Там как раз получается, если идти потом в левую сторону оттуда, то там уже будет топ-капы. Ну, прогуляемся. Маленько мы по парку. Вот так. у выхода из парка есть вот здесь вот музей литературный поэтому если интересуетесь можете посетить он совсем недорогой может быть даже и бесплатный а вообще здесь башня и она выходит получается на улицу и раньше там размещалась знать и смотрела как плебс ходит работает чем занимается но мы идем на выход и двинемся уже в сторону сначала музея археологического вот туда надо идти затем уже дойдем и до топ-капы про археологический музей мы писали на удивление сегодня даже есть пусть и небольшая на очередь в археологический музей прошлый раз мы снимали здесь вообще никого не было если у вас есть истамбул карта а истамбул карта музейная карта в принципе эту очередь стоять необязательно потому что это все стоят за билетами просто там проходите и прикладываете ну что а сейчас идем вот туда прямо в топ-капу вот сам вход в дворец топ-капы где жили султаны сейчас дойдем посмотрим сколько стоит вход очередь небольшая очень странно наверное потому что много окон так ну вот получается цены у нас 950 и 750 лир с человека вот уже сам вход на территорию что там мы показывать не будем пусть это будет для вас загадкой справа от входа или слева от выхода из топ-капы есть магазинчик у кого-то можно прикупить всякие чайные наборы это понимаю и ковры вот висят коврики вот этот ковер 71 тысячу лир тот 76 тут вот самый дешевый 46 тысяч лир да такие не дешевенькие но если вы прямо сильно любите ковры или вот такие вазы то конечно для вас не составит труда выложить за это 225 тысяч лир ну или взять вазу поменьше за 12 500 прямо напротив дворца топ-капы у нас расположена церковь а судя потому что там наверху уже полумесяц значит это и не церковь а мечети прямо за ней сейчас мы туда пойдем выход находится уже собор святой софии сейчас вот его будет видно он так в несколько раз будет поболее чем церковь святой ирины вот он уже виднеется ну идем на выход с этой площади топ-капы продолжаем движение по историческому стамбулу туристов масса это итальянцы прошли только что со всех стран куча 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 людей вот еще с этой стороны музейчик то есть церковь или мечеть не разберешь быстро все меняется все течет вообще конечно место приятное для прогулки ну а выход отсюда у нас вот через стену константинополя через вот такую вот арку явно она была достроена уже после константинополя ну или раньше у нее просто было другое какое-то обрамление и прямо по курсу у нас голубая мечеть и собор святой софии ну хотя это тоже теперь уже мечеть кстати вход во все мечети церкви бесплатный но надо постоять очередь порой даже совсем не маленькую даже побольше чем в какой-нибудь музей конечно гулять сейчас бы в парке было бы гораздо приятнее ввиду температур но в целом если вы из сибири хоть солнышко увидите и пожаритесь ну неужели это не красота масштабы конечно впечатляют мы здесь уже не первый раз но каждый раз как первый ну смотрите начинается у нас очередь сейчас я ее быстренько попробую пробежать чтобы вы примерно представляли сколько надо будет постоять собор святой софии я уж прямо вот так оббегать не буду буду срезать потому что даже и так придется пройти немало тысячи тысячи туристов хотят попасть вот сюда в этот собор собор-мечеть будем так его уже называть вот очередь уходит туда изгибается и вот здесь вот она заканчивается вход осуществляется группами через определенный промежуток времени сразу она как бы сократится наверное на треть то есть если об этом сейчас она не движется то это не всегда так ну а это у нас уже парк султан ахмед который расположен как раз между собором святой софии и и голубой мечетью ну она вот ровно за пальмами нам ее не видно фонтанчики чистят поэтому они выключены когда включены конечно и попрохладнее маленько и вид покрасивее ну вот голубая мечеть вот так если сравнивать тут визуально по размерам они одинаковые что голубая мечеть что собор святой софии а ну а справа вот здесь расположен хамам куча кафешек туристических автобусов все что душе угодно там есть ресторанчик если пойти в ту сторону с прекрасными видами ну а мы сейчас попробуем подобраться поближе в голубой мечети и посмотреть как там с очередями ну вот вот голубая мечеть людей тут тоже масса сейчас зайдем сюда к входу оценим сколько внутрь попасть не хочется потому что сегодня одеты как то не по канонам тут конечно выдают одежду для входа вот зацените эту красоту эту красоту людей существенно меньше на вход чем собор святой софии прямо в разы так что сюда попасть гораздо проще вот вот главный вход как тебе очень красиво я думаю может все таки попробовать зайти не ну красиво конечно красиво по крайней мере вот сюда зайдите посмотрите если не сильно любители ну а так никакого труда и попасть внутрь тоже нет ну что вот мы вышли через вот этот вход на площадь султан ахмета оно же ипподром первое что нам видится это древнеегипетский обелиск обелиску три с половиной тысячи тысячи лет привезли его сюда уже вот таким при перевозке поломали но ничего потом собрали восстановили вот он стоит прямо за этим обелиском стоит константинопольский обелиск нет ну вот конечно видите какие здесь иероглифы не знаю вот видно нет кстати место не загружено рассмотреть можно вполне себе прямо плотную подойти начинается вон аж на несколько метров ниже чем нулевой уровень вот такие иероглифы на нем ну что дойдем теперь до константинопольского обелиска обелиск константина у нас высота его 32 метра по годам ему очень что-то много совсем тоже появился он изначально не здесь тут вот у него есть надписи видимо на древне греческом или каком ну восстановлен он был константином его сыном очень-очень древний памятник памятник ну а вот есть вид ипподрома красота жарковато конечно немного одевайте шапочки берите зонтики ну что шумно сейчас проедут и расскажу и вот такие красивые трамвайчики ходят что хотел показать вот значит обменник уже в таком более туристическом месте Где курс доллара у нас 25.70 А там мы проходили в районе Гранд Базара Получается у нас был 27.15 Вот и считайте Стоит туда идти менять или можно и здесь Для кого-то важно потерять там 8% кому-то Не важно, можете и тут поменять Деньги, как говорится, ваши Но отсюда мы направляемся сейчас В цистерну Феодосия Мы про нее писали Она небольшая Но обязательно, конечно, стоит ее тоже посетить И находится она тут рядом По крайней мере, проекция на колонны, на стены Очень впечатляет Можете в телеграм-канале посмотреть Сегодня мы туда уже заходить не будем Но, по крайней мере, как она выглядит снаружи Покажем, чтобы вы точно могли не промахнуться И попасть в нее Ну вот так у нас выглядит вход В цистерну Феодосию Вот это стеклянное здание Понятное дело, что сама цистерна Это был источник воды И чтобы ее сохранить хоть как-то Обещали ее в холодное место Поэтому вот цистерна находится под землей Так, цены у нас на сегодня Вот такие Значит, и банджи Триста Четыреста лир Что-то я не могу понять А, это за две сессии И за одну сессию Значит, само по себе Все действие происходит Заходите, покупаете билеты Набирается группа Вас туда запускают Заходите Изначально помещение такое небольшое Ничего впечатляющего нет Ну, как мы и писали В телеграм-канале Но потом начинается световое шоу И тогда все Ты начинаешь уже понимать Что пришел сюда не напрасно Заплатив вот эти триста лир Да, там, наверное, на двоих Четыреста лир тогда вход получается А не двойное посещение Ну, тогда вот Даже поинтереснее Так, ну что Отсюда мы сейчас тогда уже Двинемся в сторону Гранд Базара Побывать в Турции И не быть в Гранд Базаре Это значит не побывать В Стамбуле Покупать там, конечно Может быть и нечего По большому счету Ну, если вы не любитель Подделок И низкокачественных Материалов То, в принципе, можно и купить Ну, а в целом Это просто Такое Туристическое место Памятник Можно сказать Истории Больше Чем как сам Базар Ну, и не забываем Что курс Валюты, конечно Там самый Выгодный Все Увидимся Уже на Гранд Базаре Ну, что Вот один из многочисленных Входов На Гранд Базар Много туристов Что у нас здесь Здесь вот 32.50 О, видите Курс какой уже Что-то, кстати, странно Не может быть 32.50 Перепутано 28.50 Наверное Доллара А евро 32.50 Ну, да ладно Ну, что Сейчас туда и не попасть Поток Туристов С Гранд Базара Перекрыл нам вход Откратце Зайдем Посмотрим, что там В целом Очень много Наверное Уже Не снято И рассказано В этом месте И освещение Здесь Так сказать Не очень Для Видеосъемок Ну, много Вот Ювелирных Украшений Еда Немного Представлена Там Дальше Если пойти Будет Много Одежды Вот, кстати Нусред Ресторан Знаменитого Повара Который Вам Приготовит Отличный Стейк И посыплет Его Красиво Солью За Умеренную Вплату Ну вот Мы зашли Со входа Где Начинается В основном Ювелирные Украшения Если пойти С другого То там Будет Уже Как бы Вещевой Рынок Можно Золото Купить Можно Биткоины Купить Или Продать Такое Место Где Можно Сделать Все Купить И Продать Что Угодно Подделки Подруликса Вообще Такой Рынок Подделок Кому На сумочку Луи Виттон За Недорого Очень Смешно Смотреть На людей Которые Покупают Это Зачем То И Оно Прямо Видно Как Не Сочетается С Их Жизнью Бытом И Остальными Вещами Ну И Что Есть Значит Спрос Есть Предложение Вот Такое Место Не Сказать Что Красиво Не Сказать Что Некрасиво Просто Как я И Говорил Такой Исторический Памятник Памятник Который Все еще Работает По своему Предназначению Обменник Где Мы всегда Меняем Деньги Обратите Внимание Курс 26.80 Хотя Вот мы Буквально Только что Шли И Там Был 27 Оказывается Полчаса Назад Просто Лера Укрепилась Доллару С 27.2 До 26.8 Лер А здесь Соответственно Курс Сразу Переписывается Он Очень Близок К Биржевому Вот Так Вот Так Что Смотрите За Курсом Ну Что Двигаемся Тогда В сторону Галатского Моста Чтобы Перейти На ту сторону Покинуть Район Покинуть Ну Раз уж Идем Мимо Египетского Базара Но Прямо Совсем Давайте Тоже Мельком Сюда Заглянем Сейчас Покажу Что За место Здесь Гранд Базар Это Больше Вещи Золото Деньги Подделки То Египетский Базар Это Больше Про Еду Тут Различные Сладости Чаи Финики И прочее 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 Так Сказать Аутентичное Цены Наверное Конечно Тоже Здесь Не сильно Порадует Дешевле Покупать В магазинах Но Это не точно Я как бы Не проверял Утверждать Не буду То есть Место Место В принципе Такое Красивое Зайти Сюда Стоит Народу Тоже много Но не так Много Как на Гранд Базаре Там Вообще Все ноги Могут Топтать Здесь Как-то Более Спокойно Здравствуйте Добро Пожаловать Небольшое Количество Сумочек Здесь Тоже Есть Но Главное Это Конечно Похвала Прочие Сладости Ну что Вот мы и вышли С египетского Базара И вернулись Мы Откуда Мы и начали Нашу Сегодняшнюю Прогулку Иени Джемиси Новая Мечеть Ну что Приближаемся Мы К Галатскому Мосту А значит Сейчас Пойдем Мимо Кафешек Где Все будут Нас Зазывать Покушать Кушать Мы не Пойдем Но Покушать Конечно Здесь В принципе Можно И вообще В Стамбуле В целом Можно кушать Хоть где Не отравитесь Как-то Они Все-таки Сидят За едой Даже В самом Зачуханном Месте Ну что Вот Переходим В Дали Балык и кмек 90 лир Лучше брать Не балык и кмек А балык дюрун Там Будет Поменьше хлеба И рыба Будет Получше Чувствоваться Вот так вот Все в кафешках Можно пойти По верхней части Моста Но что-то Мы по солнышку Уже нагулялись Поэтому Идем здесь На той стороне Берега Можно увидеть Холм И башню Про которую мы тоже писали В телеграмме И снимали Это в азиатской части Мы сейчас На европейской Это мы Галатский мост Это как раз Мост Так сказать Через золотой рок Очень сегодня Опять многолюдно Можете Зайти покушать Паромчики Вот здесь Причаливают Вот это тоже Станция Все называется Эминогу А вот там Станция Каракей В принципе На нее Мы сейчас И идем Большое количество Рыбаков Здесь Побывают Какую-то очень Маленькую Рыбешку Ну вот Добрались мы До порта Каракей В порт Причал Здесь тоже много Кафешечек Есть Мидии Мидии Здесь Наполнены Рисом Есть Острые Есть Неострые Короче Очень много Разных вкусов На раз Попробовать Можно Здесь же Можно купить Вот Балык Дюрем За 80 Лир Очень-очень Рекомендую Прямо Наверное Лучшее Местное Блюдо Бабушка И дедушка Здесь вот Ресторан Бабушка И дедушка Так А где у нас Знаменитая Бабушка А Вот Вот наша Знаменитая Бабушка Кстати Вот Кумпирчики Можно тут же Съесть Тут вот Гезли По 70 80 Лир Вот прямо Жарят Здесь Наполняет Сыром 70 Лир Стоит Перекус Очень Годный Ну а мы Идем На нашу Станцию В этом Порту Идем Вот сюда И поднимаемся На второй Этаж Заметьте Никого Тут нету Пока Не сильно Много Людей Проинформированы Об этом Месте Только Те Кому Мы лично Писали Куда Следует Сходить Здесь У нас Такой Книжно Сувенирный Магазин Где Можно Купить Кофе Чай Чай И Сладости И Выйти Вот сюда Откуда Уже Открываются Прекраснейшие Виды Ну что До скорых встреч Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok